Беседованные в Евангелии Святого Поста Мояна Богослова. Не будем же испытывать своим умом тайн божественных, не станем подводить их под порядок обыкновенных у нас вещей и подчинять законам естества, но будем разуметь все благочестиво, веруя тому, что сказано в Писании. «Слишком любопытствующий исследователь не приобретает никакой пользы и кроме того, что не находит искомого, подвергается еще крайнему осуждению. Ты слышишь, что отец родил? Веруй тому, что слышишь, но как родил, этого не испытывай, чтобы через то не отвергнуть и самого рождения, что было бы крайне безрассудно. Если Никодим, услышав о рождении, не об этом неизреченном, а о рождении по благодати, впал в мрак и недоумение от того, что не предполагал в нем ничего высокого, а мыслил только человеческое земное, то испытывающее и изведывающее рождение страшное и превосходящее всякое слово и разумение, какого достойны могут быть наказания. Ничто не производит столько мрака, сколько ум человеческий, рассуждающий обо всем по-земному и не принимающий озарения свыше. Земные помыслы заключают в себе много нечистоты, потому и нужны нам струи небесные, чтобы по уничтожению тины Дух наш по мере своей чистоты возносился в горе и приобщался к небесному учению. А это может быть тогда, когда мы покажем в себе и душу благомыслящую, и жизнь правую. Может ведь истина, может поврочиться наш ум не только от неуместного любопытства, но и от развращенного образа жизни. Потому и Павел говорил Коринфянам, «Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы?» Так же в послании к евреям и во многих других местах, как всякий может видеть, Павел полагает, это самая причина неправых учений, потому что преданная страстям душа не может постигать ничего великого и благородного, но как бы помраченная, гноя течением из очей, страдает самую тяжкую слепотою. И так очистим самих себя, просветимся светом ведения и не будем сеять в тернии. А что значит эта терния, вы знаете, хотя мы и не будем говорить об этом. Вы часто слышали, что Христос именем терния называет попечение житейское, обольщение богатства. Да и справедливо, как первая терния бесплодна, так и последняя, как кто уязвляет прикасающийся к нему, так и эти страсти, как терния легко потребляется огнем и ненавистна для земледельца, так и мирские дела, как в тернии скрываются дикие звери, ехидные скорпионы, так и в обольщениях богатства, но восприимем огонь духа, чтобы и тернии потребить, и зверей сгнать, и ниву очистить для земледельца, а после очищения оросим ее духовными струями. Насадим плодоносную маслину, растение самое нежное, всегда цветущее, цветоносное, питательное и укрепляющее здоровье. Все это заключает в себе милосердие, которое есть как бы печать для приобретших его. Это растение, не увядая даже и от приближения смерти, но всегда стоит, просвещая ум, питая душу и соделывая ее силы крепчайшими. Если мы будем постоянно иметь его, то сможем с дерзновением узреть и жениха, и войти в брачный чертог, чего досподобимся всем мы благодатью и человеколюбим Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава ныне и присна и во веки веков. Аминь. Получение с беседой святителя Иоанна Злаковустова. Этот том на книгу бытия толкования святителя говорит о том, как Авраам поверил Богу и это вменилось ему в праведность. Что Бог сказал «От семьи твоего произойдет великое потомство, так что сосчитать невозможно будет». Авраам поверил и это вменилось ему в праведность. Видишь, как еще прежде исполнения обетования он получил несоразмерное воздаяние за то только, что поверил. Ему вменилось в правду то, что он поверил обетованию Божию. И не испытывал человеческими рассуждениями, сказанному Богом. Потому что Авраам был в преклонных годах и Сара была уже девяносто с лишним лет. И так научимся и мы отправиться веровать словам Божиим, уповать на его обетования, не исследовать их по собственным соображениям, а показывать благодушие. это может нас и праведными сделать, и скорее предуготовить к получению обещанного от Бога. Аврааму Бог обещал, что от семени его произойдет великое множество потомства. И обещание это было выше естества и порядка человеческих дел. Почему вера и доставила ему Аврааму оправдание пред Богом. Но нам если будем внимательны обещано гораздо большее такое, что может далеко превзойти всякое человеческое понятие. Только будем веровать в силу обещающего, чтобы и оправдание приобрести от веры и получить обещание обещанное благо. То, что нам в особенности обещано превышает всякий человеческий разум, и превосходит всякое рассуждение. Так велики обетования. В самом деле, не в настоящем только веке нам обещает Господь продолжение жизни и наслаждение видимыми благами, но и после отшествия отсюда и разрушения тел, когда наши тела обратятся в прах и пепел, обещает Господь воскрыть сеть их и водворить в большей славе. подобает Бог говорит блаженный Павел тленному сему надлежало облечься в нетлении и смертному сему облечься в бессмертие. А после воскресения тел Господь обещает даровать нам наслаждение царствия, общение со святыми, бесконечный покой в те неизреченные блага и те неизреченные блага и же и око не видело и ухо не слышало и на сердце человеку не приходило то. Итак, видишь ли, сколь велико превосходство обещаний, видишь ли величие дорог, размышляя об этом и зная неложность обещанного с отчанием приготовим себя к подвигам добродетели, чтобы можно нам было насладиться обещанными благами спасения нашему и наслаждению столь великими благами не предпочтем благ временных, не станем рассуждать о трудах добродетели, а будем помышлять о воздаяниях, не станем смотреть на трату денег, когда их нужно будет давать бедным, а предоставим себе происходящее отсюда последствия какие? дал нуждающему святых в руку, а получил должником Бога. Для того это Божественное Писание уподобило милостыню семени, чтобы мы с радостью и великой охотой ее творили. Если те, которые бросают в землю и рассевают собранные хранимые семена, делают это с великой радостью, питаясь благими надеждами и представляя себе колосья, полные зерен, то гораздо больше прилично радоваться и восхищаться тем, кто достаивается сеять духовное, потому что они, сея на земле, пожнут на небе, бросая деньги, получают прощение грехов и приобретают залог упования и подавая здесь милостыню, приготовляют себе вечный покой и сожитие со святыми. А если мы изберем целомудрие, то не станем обращать внимание на то, что эта добродетель соединена с трудом или что девство требует великого подвига, но помыслим об ожидающем нас наследии, растужая всегда об этом, будем обузывать порывы злых пожеланий, побеждать влечение плоти и облегчать тяжесть трудов надеждой воздаяния. Подлинно надежда получит какие-либо блага, дает смелость отваживаться и на явные опасности, а тем более она поможет нам мужественно припобедить трудности в добродетели. В самом деле, если размышляешь, что потрудившись немного и сохранив горящий светильник девства, можешь удостоиться в будущем блаженной жизни и войти с женихом в Царство Небесное, если только будешь иметь светильники возженны, и в них достаточно иллея, то есть добрых дел, то как тебе не перенести со всей легкостью все тяжкое в жизни, пропоминая и сказания блаженным Павел, мир имейте и святость со всеми, без которых никто не увидит Бога. Видишь ли, как апостол соединяет мир с святостью, чтобы мы разумели, что он требует не только чистоты тела, но и мира. Он благоверенно упомянул о том и другом, желая утвердить в нас то и другое, чтобы мы и помыслы свои удерживали, не запуская в себе никакого возмущения или смятения душевного. Опровождали жизнь спокойную, безмятежную и чтобы со всеми другими обращались мирно, были тихи, кротки и снисходительны, так, чтобы все черты добродетели отражались на нашем лице. Таким образом мы можем презирать и славу настоящей жизни, предпочитая и славу истинную, а более заботиться о смиренномудрии и считать за ничто всякое счастье здешней жизни, чтобы насладиться счастьем истинным и прочным и удостоиться узреть Христа. Блаженно сказано чистое сердцем, ибо они Бога узрят. Итак, очистим нашу совесть и с отчанием позаботимся благоустроить свою жизнь, чтобы проведший настоящий век во всякой добродетели удостоиться за здешние подвиги наград в будущем веке благодатью и человеколюбив Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и пресна, и во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, я ко мне отъем, если грешно, но уж не веная не веки сподобилась сей, благодарю Тебе, ко мне недостойного почаститесь и чистых Твоих и небесных даров сподобилась сей, но влады к человеколюбчей нас ради мир же воскресы, и даровавы нам страшно сей, ошетворящее таинство во благодеяние освещение души тел нас сели, дарь быть, и силы вне высцеления души и тела возменяем всякого сопротивного просвещения очей сердца моего мир и душевых сил веруюсь непостыдным любовь невицемерным в исполнении премудрости его соблюдения заповедей Твоих приложений божествия Твоей благодати Твоего царства присвоения да воскресения Твоей имя сохраняю Твою благодать поминай всегда и к тому себе живу но Тебе нашему владельцу благодетелю и так и сведо жития шедов надежи живота вечного без насущного достигну покоя и держи празднущий глаз непрестанный и бесконечная слава зрячих Твоего лица доброту неизвеченного ты высего истинного веки владыка христе божий царю и бог и создателю всем благодарю тебя всех я же неизвестим подолгостей боги и причащение причисто претворяющих Твоих дар молю упадем лажей человеколюбчим сохраняем покровом Твоим весенним прелом твоим даром и чистым совестью даже до последнего могло издыхания достойно причащаться святым твоим восстановление гряпов и жизнь вечную ты высев плем животный из дочек святыни подать предлоги и тебе славу высылай со целым святым духом ныне прислывая веки веков поминь дам мне пищу плод твою волю огнцы я поля недостойные да не поливши мне содетелю мой упадешь и пройди волны моя во вся суставы в утробу в сердце попалить теми чувств просвети простую пятилицу седломя пригласи страху твоему плесно покрыться бледиши сохранимя от всякого делай слово души предану очистил мы просимя и добры разуми просветили покажи мя твое селение диного духа и никому к селению греха но я как твоего дому ходом очищения я огня меня пишут всяк владе всяк остра молитвенники тебе приношут все святые че на начале же бесплодных претечет твоего премудрые апостолы с ним же твою несперну чистую мать их же мольбы благоутробно прими христе мой если нам света соделок и служителя ты боесил посвящение единых единый нашей блажной души светлость и тебе липоподобно я кого богу владыцей славы всевал посылаем на всяк тело твое святое господи сути христе божий наш да будет мне живут вечный и кровь честное восставление грехов будешь им благодарение и все радость здравия и веселья страшно же второе пришествия с подобием грешного статья десной славы твоя молитвами причисляет твоего матери и всех святых пресвятая владычица богородица в свете помраченной моей души надежда покрови свебежище утешение радование мое благодарю тебя к восподобному яси недостойного причастника быть и причистого тела и честная кровь и сына твоего народ же истинный свет просвети мое умные очи сердца я жесточник бессмертия родшая оживотворим и мышленного грехов я же милостивого Бога любовь благоутров на мати помил мя дашь миление сокрушение сердца моего и смирение в мыслях моих и воззвание прием и повышлении моих из подобного запасления моего из дыхания несужденно принимайте причистые тайны священия во исцеление же души и тела и подачные слезы покаяния и исповедания твои жепейте и славите тебя во все одни живота моего я благословен и прогословлен вовеки аминь ныне отпущаешь раба твоего нын по глаголу твоему с мира я ковидей саочи мое спасение твои и și съю готов пролhi stä всех людей свет в откровение закрыв плавание твоих израиля святый божий святый крепкий святый бессмерти помилуй нас святый божий святый крепкий святый бессмерти помилуй нас святый божий святый Святому Духу, ныне пресне, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости, бездаконие наши, сладкий посетив, сели немощи наши, имени Твое, ради Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну, Святому Духу, ныне пресне, во веки веков. Аминь. Отче наш, и Жисти на небесе, засветится имя Твое, да придет царство Твое, да будет воля Твоя, якова на небесе и на земле, хлеб наш насущный дашь нам вниз, и остави нам долги наших, и же мы оставляя должеков нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от луга, уго. Яков Твои, царство, силы и слава, Царство и Святой Святаго Духа, на небесе и во веки 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 веки. Аминь. Услови, яков же, светлося огня, сиявши благодать вселенную просвети, не серебролюбие, мир и сокровища с низка, высоту нам смирина, мудря показа, но Твоими славесы наказуя, Отче, Яне Златоусте, моли Слово Христа Бога, спасти сядушам нашим, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, под небес приялась и божественного вогнать, и Твоими устами вся учишь и поклоняйся в тролице единому Богу, Яне Златоусте, всем вложении преподобни, достойно хвалю Тя, и сива наставник, яков Божественное являя. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и не пристаниям в оvestе есть ли веков, аминь, предстательство христиан непосредное, ходатайство котрого Церкви, не приложенное непрезвly, чешных морений в глаз. И на предворе яков Благальна, повощна сämенно заучеки, пусть коринам Моріту почися на морение, представительствующий Христа Богородица, чтущих Тя. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, неприятный в веки веков, аминь Честнейшую Херуины Славейшую без сравнения Серафим Безысления Бога Слового Родчего Сущего Бога Родицу Тебе величаемым именем Господнем благослови, Отче Аминь Спасибо.